Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что на моем сайте стартует марафон, посвященный основам практической светлой магии. Благодаря ему вы сможете научиться использовать полноценные практики. Практики по привлечению любви, привлечению денег, изменению своей жизни, даже основам целительства я постараюсь вас научить. Это будет огромный объем информации. Самый большой обучающий курс из всех, что когда-либо были доступны для открытого доступа за один раз. И по самой низкой цене для такого объема информации. Переходите по ссылке, а мы продолжаем. Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы рассказать об одном забавном случае, не связанном с магией. А я рос в специфической семье, и это видео, наверное, поможет вам немного лучше меня понять. Моя бабушка биолог и большая любительница, ну не то чтобы прям народной медицины, но некоторых научно подтвержденных, но нестандартных методов лечения. Разумеется, она не использует там никакую уринотерапию и прочий бред. Но некоторые специфические нюансы все же имеют место. В общем, звонит мне однажды моя мама. Когда я еще учился на первом или втором курсе университета. Дело было в Красноярске. И говорит, бабушке нужен муравейник. Ну что? Муравейник. Бабушка при этом живет за 800 километров от Красноярска. И зачем ей, простите, муравейник? Мне объяснили этот прекрасный народный рецепт. Нужно высыпать муравейник в ванну. Залить его ведром кипятка. И когда муравьи будут умирать, они выделяют муравьиную кислоту, которая помогает от ревматизма. Как по мне, это больше похоже на жертвоприношение. Возможно, моей бабушке бы скорее подошло стадо коров. Но муравьев было достать несколько проще. Хотя, хотя, в дальнейшем вы поймете, что не все так однозначно. В общем, почему бы нет, я не знал, на что подписываюсь. Мы отправились на электрички в Тайбу. Вышли на каком-то полустанке. Рядом три дома, три избы и бесконечная бескрайняя тайга. Нама говорит, я нашла муравейник, пошли в Тайгу. Увидишь медвежьи следы, скажи. Хорошее начало. Что может пойти не так в Тайге? Мы приехали где-то в 8 утра. Пошли в лес. Идем в лес. Минут через 30-40 мама говорит, все, вот муравейник. Я говорю, где муравейник? Ну, все мы представляем такой муравейник из мультика. Там где-то по колено. Она говорит, вот муравейник. Я говорю, это муравейник. Друзья, оказывается, в Сибири вот такие муравьи. Ну, то есть, лесной красный муравей, он реально вот с две фаланги моего пальца. Ну, может, с полторы. Он здоровый. И он строит гигантские муравейники, которые выше меня. Мама говорит мне, нагребай муравейник. Как нагребай? Ну, я думал, это маленькая кучка земли. Типа, мы положим ее в пакетик и уйдем. А он, ну, реально выше меня. То есть, там, два метра, выше двух метров, не знаю. Она достает 120-литровые пакеты. И говорит, ну, вот пакет, нагребай. Давай быстрее, пока егерь не пришел. В смысле, какой егерь? Она говорит, ну, они краснокнижные. Я надеюсь, меня после этого видео не посадят. Ну, в Европе-то меня не посадят, но все-таки. В общем, беру я 120-литровый пакет. А муравейник – это какое-то месиво из земли, веток, еловых иголок. Вот чего-то такого. Беру я сколько-то муравейника. А вы знаете, муравьи кусаются, оказывается. И кусаются довольно неприятно. Я говорю, ну, слушай, как-то это не очень удобно. Я так не могу. Давай, что-нибудь другое придумаем. Она говорит, отойди. Ты ничего не умеешь. И начинает голыми руками складывать муравейник в 120-литровый мешок. В итоге мешок от пола вот так вот набился. И, ну, килограммов 40, я думаю, весил. Завязываем этот мешок. Кладем во второй мешок. И идем обратно на станцию. Электрички нет. Электрички нет час. Электрички нет два. На третий час я начал подозревать, что что-то здесь не то. А стал обходить этот полустанок. И нашел какую-то ржавую табличку, на которой написано, что приходит электричка в 8 утра и в 8 вечера. И вот мы-то где-то часов еще с 12 до 8 вечера стоим под солнцем без еды и воды с муравейником. Ждем. Ну, ладно, мы без особых приключений приехали в Красноярск. Погрузили муравейник в такси. И я забыл об этом как о страшном сне. Какова дальнейшая судьба муравьев? Об этом я узнал спустя пару недель. Звонит мне вновь мама и говорит. Слушай, муравьи не подошли. Нам нужно снова ехать за муравейником. Что бы вы думали? Муравьи были отправлены в мой родной город с чем-то вроде маршрутки. То есть есть большой автобус, который туда ходит. А есть частники на газели, которые ездят туда более быстро. И могут брать грузы с собой. Что бы вы думали? Муравьи в автобусе расползлись. Муравейник доставили моей бабушке и дедушке. И водитель автобуса говорит. Ну, выглядело это примерно так. Пакет завязывать лучше надо. Надо доплатить. 150. Больше почему-то мою маму в эти автобусы не брали. И ей приходилось ездить на большом. Удивительно почему. Но судьба у муравьев, тем не менее, оказалась еще более незавидной. Потому что те, что расползлись, они просто мирно кусали людей в автобусе. И там, видимо, остались жить. А остальные задохнулись. И бабушка высыпала муравейник в ванну, залила его кипятком и была страшно разочарована. Потому что никто не умер и не выделил от радикулита муравьиную кислоту. Или что они там выделяют? Души страдающих, по-моему, они выделяют. В общем, жертвоприношение не удалось. И часть муравейника, она на всякий случай, мало ли, вдруг кто-то выжил, посадила у нас на даче. Маленькая ремарка. Раньше в этом регионе красных лесных муравьев не было. Теперь есть. Не знаю, как это повлияет на местную флору и фауну. В общем, я наотрез отказался ехать куда-то еще раз за муравейником. Лишайте меня наследства, вычеркивайте меня из семьи. Я никуда не поеду. Звонок спустя три часа. Алло, я заблудилась в тайге. Да, ну. В общем, она поехала одна. Набрала муравьев из этого же муравейника. Ну, я надеюсь, что мешок был поменьше. И заблудилась. А как ты мне звонишь? Там же связи нет. Он говорит, я залезла на гору. Я говорю, ну, походи там еще часок. Если не выйдешь, вызову спасателей. Там по телефону отследят, заберут. В общем, через несколько часов оказалось, что она все-таки благополучно вышла из леса. Нашла там домик каких-то экологов. Они ее напоили чаем. Показали, где станция. Уже, по-моему, другая. И вторая партия муравьев отправилась моей бабушке. Я надеюсь, что теперь будет меньше вопросов, Саргас. Почему вы такой негативный? Саргас, откуда у вас столько злости и сарказма? Вот откуда. Это лишь маленький эпизод из моей юности, где я уже был более-менее самостоятельным и независимым. А у меня еще детство там было. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было весело. Мне весело не было. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok